get fun на связи черная пятница в самом разгаре в этой акции много крутых кораблей достойных места в порту и убедиться в этом можно посмотрев мой короткий разбор черной армады ссылочка в подсказках хотя все равно я знаю что принять решение о покупке просто на основании какого-то бритс разбора сложновато потому в итоге решаю сделать несколько видео про свои любимые черные премы и надеюсь эта тема вам зайдет больше чем обзоры свежей японской ветки потому не стесняйтесь жать лайки а то пойду искать другую тему для видео ну или же становитесь привилегированными зрителями с эксклюзивными бонусами и раздачами по ссылочке в комментариях прямо сейчас кстати в блоге есть шанс выиграть прям восьмерку на ваш выбор еще там же в комментариях есть ссылочка на регистрацию с бонусами для новичков ну а теперь когда сводной информации покончено можно перейти к сладенькому и представить вашему вниманию самый неоднозначный корабль черной пятницы эсминец асашу учитывая уровень ограничений он должен теоретически страдать в рандоме но на деле в статке урона опыта и винрейта последних дней это исключительно полезный и сильный эсминец команды и на первый взгляд это просто не возможно но если копнуть глубже то все становится очевидно и давайте расскажу почему же все именно так как есть для начала коротко про ключевые особенности корабля живучесть тут японская так что хп мало и его нужно беречь подвижность конечно выше среднего если катаемся под форсажем ну а незаметность топовая артиллерия бьет сильно как любая другая японская но редко и башни не то чтобы смазаны потому подойдет только для защиты с предварительной подготовкой ну а основное оружие эсминцы конечно же торпеды которых тут много только вот они глубоководные и потому не страшны не эсминцем не крейсером то есть большей части противников в рандоме кстати по вот тут тоже слабая так что передвигаться по карте в бою с авиками лучше осторожно и вот по сути вот это все и есть концептуально важный список параметров согласитесь он достаточно короткий и исключительно однозначный и вот поэтому на мой взгляд ключевое объяснение почему именно этот эсминец по статистике силен просто потому что он прост грубо говоря в бою мы лишены терзаний и поисков реализации мы или можем вжарить по полной или не можем совсем ничего и потому отходим на более безопасные позиции примеру видим линкор думаем как линкор после чего закидываем 20 километровыми рыбками возможные точки интереса для своей цели а при желании добавляем торпедного супа если точек интереса много через расходник ускоренной перезарядки торпед это возможно ну а дальше мы вынуждены только лишь ждать перезарядки и попутно делать какие-то другие вторично важные вещи для эсминцев то есть либо брать с точки либо светить цели в надежде на помощь команды этого кстати тоже достаточно для победы но если вы при этом еще и хороший наблюдатель и знаете в каких квадратах обычно линкоры ищут в убежище то скорее всего этого хватит для получения сумасшедшего дамага так как глубоководки незаметны и имеют огромную альфу их очень много то есть шансы превратить конкретный фланг в от линкоровода ну вообще-то большой а если линкоров на фланге нет то мы просто забиваем на торпеды а дальше светим и захватываем точки причем что важно из-за своих списков ограничений мы в этом геймплее не упарываемся одержим в голове уязвимости крейсерам и эсминцам и действуем строго по тактике выживания хотя конечно с эсминцами можно немного рискнуть и попытаться их перестрелять особенно если цель слабо и уязвимо ведь за счет сильных фугасов и и зачастую можно добрать или даже раздамажить если мы стали для ее неожиданной но опять же делаем это в отступление за счет компоновки артиллерии на корме так что как следствие мы все равно стремимся к своему выживанию и вот знаете такая динамика с ярко выраженными сильными и слабыми частями геймплея как мне кажется создает сражение с высокой выживаемостью так как мы просто не упарываемся да и зачем а если говорить про цифра ну если вы не верите моим словам то вот они у вас на экране в моей статистике оставшего black и ассашу занимают в этом параметре первое и четвертое место по эсминцам уровня что вы весьма неплохо а по сервиной статистике хуже конечно но все равно выживаемость высокая при этом отмечу прямо-таки подчеркну отказываюсь я от перков выживаемости в билде он кстати сейчас на вашем экране и дабы видео не растягивать не буду очередной раз рассказывать почему мой торпедный билд выглядит именно так про это есть отдельное видео просто знаете что как мне кажется комплект дымов маскировки и перинга зачастую хватает для того чтобы нас не могли захватить врасплох ну а все остальное тут направлена на исключительную мощь торпедного вооружения ну а в итоге что эсминец холодной головой и пониманием механик победы которые не упарывается это уже половина пути к успеху в командном зачете потому и получаем как итог что у ассашу и уровень опыта и уровень винрейта в статистике сервера весьма и весьма высок ну а так как торпеды тут очень злые то и урона у ассашу много ну а как это все работает в бою я сейчас вам конечно же покажу но перед этим напомню что ваши лайки это топлива youtube канала и чем больше видео получает оценок тем больше вероятности что новые видео будут выходить чаще на что необходимо обратить внимание в сражение все слоты которые могли быть закрыты линкорами они закрыты для нас плюс но линкоры слабы это седьмой уровень восьмой но вообще к обессы бой сразу скажу состав может сказать будет они про дамаг скорее про тактическое тактическим взаимодействием с точками можно будет получить тут какой-то либо формат преимущества вторично про это говорит то что тут а в этом бою малое количество эсминцев при этом всех мы все все эсминцы из этих проигрывать нам по незаметности но одновременно с этим выигрывают нас по артиллерии но . при этом находится на открытых пространствах так что нашего преимущества незаметности возможно хватит для победы за них вот ну и наверное в этом геймплее только обратить внимание что у противников есть рлс крейсер короче может короче на дм лучше на 100 процентов седания не рассчитывать по крайней мере до сих пор пока кронштадт непонятно будет где какой план на сражение 1 первым делом нам необходимо избавиться от своего торпедного вооружения сделать мы это должно быть им в идеале через 40 секунд но тут то сам момент когда говорит мне перезарядка когда мы от него избавимся когда мы выйдем на примерно удобную так сказать станцию пуска и выходим сюда отстреливаемся и идем на точку если бы мы попали в бой каких-нибудь десятых уровнях я где был бы больше злых линкоров больше злых эсминцев и где я меньше бы планировал взаимодействовать на бой через точки но я тогда может быть продолжил бы играть тут вот и варить супы на этом направлении но конкретно данное сражение я еще объяснил почему мне кажется все таки из формата другого закидываем супцы это откровенно говоря конечно то что атака идет перед гнезиного перед а сашу ой перед генрихом есть подозрение то что это очень сильно может усложнить нанесение дамага пока иметь смотрите он раз он уже посвятил генрих уже в курсе что гоповать пара бы гнезе конечно от этого тоже испугался но в этот момент он как раз наоборот поставился под те торпеды что я уготовал ему и он ловит свой первый удар ну и собственно говоря есть риск под 2 верь который я после перезарядки запустил его он еще не видит ну и собственно говоря гнезиного сыграл я же тем временем уже нахожусь на половину пути после пуска на захват . вообще по стратегии игры тут все максимально просто то есть мы делаем пуск уходим в длинное кд но либо в короткой когда есть мы планируем маленькую атаку либо совсем длинное кд чтобы с ускорением перезарядки сделаться и это время мы должны потратить на решение таких стратегических вопросов либо дальше мы должны занять позиционку лучшую позицию для следующей атаки чтобы сделать жизнь линкоров еще более неприятной либо как в нашем случае мы перри входим в режим ну знаете пассивно такой активный активной победы что ли да то есть мы бою ему слушать еще и изюмка потратился получил активной победы я тут в этом это для меня знаете бой против эсминцев бой против точек бой против эсминцев эсминцев на нашем фланге что-то я не незаболен заметил они видимо все куда-то испарились ну и собственно говоря значит значит воюем за точки взяли эту точку потом будем брать вон ту следующую вообще кстати дальше для реализации именно нашего ключевого вооружения все не очень замечательно прям потому что ну блин а пока мы будем стрелять как мы будем дамажить да никак то что единственная цель тут и для дамаги она там где-то прячется тут вот где-то вот тоже далековато про них еще думать о что мы будем наносить им урон вообще еще очень-очень-очень ради а так что я еще раз рад что мы все-таки делаем ставку не на дамаг прям сразу сказал то что дамага тут будет мало в этом бою она захват через точки кстати оба эсминца есть вероятность то что мы встретим вот тут вот ну прям большая вероятность так же давайте не будем прям сразу влетать на кронштадт он сейчас еще и рлс включит это может стать проблемы для нас они я уже я не сманеврирую думал оттуда проскочить ну ладно мужа спалились ну вот и рлс ой смотри там агыр что-то страхи благо что рлс не то чтобы сильно длинная да ладыр ты чё агыр вообще нас игнорирую смотрите он решил что другой фланг и более интересен а я битируюсь назад на что но это не самая большая угроза тем более города какой-то странный выглядит я думаю что так как кронштадт ушел он по нам уже боль не стерял вот он и явно для нас проблемой но он уже спрятаться за остров его засветами никто не пользовался я знаю что у него рлс недостаточно долгий чтобы ну чтобы нас наказать за такой маневр то есть единственный кто мог нас что-то что-то сделать это был агыр но он что-то откровенно говоря давайте скажем прям протупил он реально протупил не сделал ничего мог сделать что-то закидываем как и прошлый раз торпеды в просто потенциальные интересные направления где по идее могут оказаться противники скалорадо все очень сложно скорее всего будет продолжать давить он окажется где-то вот в этом в этой стране а вот владик по карте видно что он ну планирует либо он сваливать планирует либо но я понадеялся то что он планирует вот так вот у нас встать на так ну все-таки всем же хочется до домашку сделать всем хочется домашку сделать владика тут не исключение поэтому я понадеялся что он сделает вот этот маневр для нанесения домашки ну и собственно говоря сам станет в этот момент моей домашкой вот так вот интересно друзья проходит сражение по сути прошло семь минут до эпика то больно нету эпика нету наша команда потихонечку потихонечку давит противника и захватывает преимущество о смотрите хочу и самое интересное то в первый доверь второй веер еще не пришел может быть повезет и мы также как изюма раздамажим владика на ремке нас у сверенки ну же пожалуйста нет они а до ним ну ладно 1 торпеда лучше чем 0 торпед нет я считаю это такой великий математик что просто мама не горюй жалко единственно что жалко что не получается воспользоваться пилингом в этом сражении и поиграть в контрплей эсминцев я почти что уверен что многие под этим видео скажут что мол виноваты во всем вражеские эсминцы которые нифига не помогли своим линкором и это безусловно будет это именно так это так и есть то есть виноваты сейчас вражеские эсминцы в том то что они максимально пассивно но я при чем тут это тут причем но не хотят они воевать я вот хочу воевать с ними они не хотят со мной воевать я даже заранее выбрал роли и задачи связаны с игрой от островбоке от точек чтобы их подамажить они за развитие они прячутся но пилинг есть ну давайте понадеемся что это пили книга не на колорадо на лайкинга пошлите попробуем его обнаружить тут тем более что мы вышли как раз вот опять фазу когда нужно это чертовое решение принимать что мы будем делать дальше а тут у нас в общем то вариантов даже не остается единственно приятная цель от вон колорадо он убегает вдаль в любом чтобы повысить свою эффективность в атаке чем ближе будем тем лучше ухты ешки а вот и почему лайтник испугался вот почему ты бедненький был раздамаженный бедрешки значит не светит нам тут сильное сражение с тобой просто потому что и и не подамаживают тебя жаль жаль очень 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 жаль окизуки остается окизуки вон там на том фланге печалька да совсем печаль вообще кстати блин какая-то турбина турбина самое неинтересное нефти с другой стороны с другой стороны знаете бой не интересный в плане реализации корабля тут не было так сказать челленджа с другой стороны был продемонстрирован ну наверное ключевой момент влияние на бои а и асашу и кагер два инвизных эсминца с большим количеством ограничений да то есть казалось бы с таким огромным количеством ограничений мы в бою особенно в турбине вряд ли можем сделать хоть что-то но забегая вперед мне кажется что из-за того что мы заранее правильно прочитали сражение и действовали плюс-минус адекватно мы для турбина но получили 2000 опыта 2000 опыта в чистом это почти что ну знаете такой маленечко по то есть чуть больше чем просто среднее сражение для турбина получить 2000 опыта но это мне кажется это вообще это это достижение мы прям как спринтер оказывались всегда в нужном месте в нужное место заходили ну и короче повоевали неплохо можно было повоевать лучше если бы встретили эсминцев если бы их подамажили уничтожили но к сожалению рандом был к нам не великодушен но после этого сражения надеюсь вопросы относительно того как же на сашу действует сражение и почему он хорошая в общем-то у вас должны отпасть я надеюсь что отпали вот ну ладно давайте не будем затягивать это видео надеюсь было интересно полезно доступно и подписывайтесь на канал активируйте колокол если все было так обязательно прожмите лайк ну а в итоге скажу ну а под конец еще раз скажу большое спасибо спонсорам с бусте благодаря которым видео на канале продолжают выходить в особенности адмиралам константину пучкову параноику слипу алексея емельянову спартану чинчипосу и рейтенантом натиксу магмарлину арнольду шорте и гол страйдеру благодаря вам а также другим подписчикам бусти канал на ю тубе жив несмотря на выключение монетизации и точно продолжат радовать всех зрителей новостями и обзорами а на этом точно все до связи и пока пока